И вновь я приветствую всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус, продолжаем развлекаться с Raspberry Pi, и внезапно, вот так вот, несмотря на то, что в предыдущем ролике я обещал немножечко иную тематику, просто так получилось, что вот еще до того, как записывать следующий ролик, мне просто вот дико возникла необходимость срочно сделать бэкап, Потому что, мало ли что, почему бы и нет, и собственно я вам покажу, как можно клонировать вообще в принципе что угодно, хоть жесткий диск с жесткого диска, ну например, почему бы и нет, вот например, стоит у меня терабайтный жесткий, ну полутора терабайтный жесткий диск, он достаточно старый, ему уже более... В 2009 году я покупал первый свой полноценный игровой ПК, да, в 2009 году, и может быть в 10 или 9, но это не принципиально, но вот где-то в 2009 году выпуска приблизительно мой жесткий диск, и соответственно, надо понимать, несмотря на то, что это вот прям вот ух-ух-ух, барракуда, но тем не менее он может посыпаться, и вот например, захочу я полностью сохранить все данные, Мне не понадобится подключать новый жесткий диск до того, как я скопирую на него все данные, нет, вовсе не обязательно, достаточно действительно его подключить, а затем не просто переносить, как это происходило бы обычно в ручном режиме, Я могу сделать это всего лишь одной командой, причем полностью сохранив всю структуру жесткого диска Ну, например, если на нем несколько логических разделов или томов, ну условно для тех, кто по каким-то неизвестным для меня причинам до сих пор пользуется Windows, ну скажем, если бы там были несколько дисков, ну условно EFGH, то даже это бы сохранилось, представляете? А затем я мог бы расширить файловую систему до конца, ну скажем, до 4 терабайт, припаяв ее к любому из тех же логических томов, без проблем Так вот, что я собираюсь сделать? У меня есть моя флешечка на 4 гигабайта, которой я абсолютно не доверяю, не хочет камера фокусироваться Ну, в общем, 10 класс, 4 гигабайта, какая-то no-name, SmartBuy, в общем Купил я ADATU, достаточно известная фирма ADATU на 8 гигабайт Ну да, в общем-то на 8 гигов MicroSD Также 10 класс, но уже у HC1, то есть еще побыстрее Чутка, но чутка вот-вот, еще быстрее Я собираюсь сделать что? Вот здесь готовый образ Raspberry Pi, с которым, то есть Raspberry Pi, для моей Raspberry Pi 2 С которой, собственно, все предыдущие ролики-то и были записаны именно вот на этой флешечке Работает и будет еще работать Raspberry Pi Но, но, я собираюсь эту флешку полностью скопировать вот сюда Так, чтобы была возможность в любой момент взять и поменять При этом должны сохраниться абсолютно все настройки Все сервера будут подниматься так, как они должны подниматься С той лишь разницей, что Может быть, какие-то данные будут немножечко устаревшими Однако, это отличный способ делать бэкап И, скажем, мигрировать готовую живую систему Вот так вот сходу и на лету Давайте покажу, как это будет происходить Собственно, команду DD или DCF В общем, DataDube, если хотите Если уж совсем копаться в деталях DataDube Вот что означает эта команда То есть, реально скопировать память Ну, или не память, а данные DataDube Итак, вставляем старую флешечку в самый обыкновенный USB 3.0 карт-ридер Да, я мажор У меня два USB порта третьей версии на SS-шине Выведены наперед Еще четыре третьих USB порта сзади И еще четыре USB 2.0 тоже сзади Вот так вот Ну, что вы хотите? Игровая печка? Она такая, игровая печка Что вы думали-то? Итак, вот, видим Два раздела Определились у нас Сразу же подключать их не будем 3.7 И там загрузочный раздел Он даже не показывается Сколько в нем Итак, что нам необходимо сделать? Во-первых, нам необходимо записать образ Того диска, который мы клонируем Мы его не будем записывать куда-то там Ну, мы его запишем, скажем, вот В домашнюю директорию В мою home-бутылку В виде того же самого EMG Который обычно скачивается Ну, например, с сайта Razbian Ну, или Noobs Или да что угодно Вот это всегда EMG-образы Несжатые Которые мы Затем той же самой командой Обратно разворачиваем на флешку Готовые ненастроенные образа системы А сейчас мы будем клонировать Настроенный, готовый образ системы Вот и все То есть, по сути, по сути Я сейчас создам свой собственный Текущий дистрибутив Вот так вот Все настолько просто и понятно Итак Под суперпользователем Нам необходимо Выполнить команду Как она Disif Disifld В качестве Входного файла Как видите, я не Премонтировал Ни один из этих носителей Ну Потому что Нам не понадобится В виде Собственно Премонтированного носителя Нам он не нужен В файловой системе Потому что мы работаем С файлом устройства Да-да-да-да Представьте себе В Linux Ну, для тех, кто не помнит Не знал Или каким-то образом Пропустил В любой книге Типа Linux Для чайников Любой Любой абсолютно Девайс Это файл В него можно Что-нибудь записать И из него Можно что-нибудь считать Вот так просто Работает Linux Да Любое устройство Это файл Итак Файл моего устройства Это я уже абсолютно Точно знаю Даже смотреть не будем Вот все девайсы Лежат здесь Корень Дев Ну, логично, да Девайсы И, соответственно SDC Видите, вот они Два разделчика Определились Но мы берем Файл конкретно Целого устройства SDC Не один, не два А просто SDC И используем И используем В качестве Входного файла То есть Input файл DEV SDC Это вот конкретно Флешечка На 4 гигабайта А в качестве Output файла Мы выбираем Home Бутылку Ну и назовем Ну и назовем его Например Bupi BKP Сегодня Представьте себе 13 декабря Несмотря на то Что у вас уже Наверное 20 числа Ну вот такой Я хитрожопый Да У меня запланированные Трансляции Ну и То есть Запланированные ролики Вот такой я молодец Вот такой вот Огурец Разумеется EMG И Как правильно Блок сайз Наверное Да А ну да Размер блока 4 метра Потому что Это достаточно стандартно Это я думаю Всем знакомо Все Еще раз Пройдемся От имени Суперпользователя Мы используем Утилитку DubeData Ну Немножечко Модифицированную В качестве Входного файла Клонируем Ого Мы используем Устройство SDC Флешечка Вставленная Через Картридер В порт USB В качестве Выходного файла То есть Непосредственно Файл бэкапа Home Бутылкус Bupi Bkp 13 12 16 EMG Сейчас покажу Вот Моя Домашняя папка Вот она Home Бутылкус Здесь как видим Этого файла Пока Нет И собственно Сейчас начнем процесс Давайте я уберу Камеру Чтобы она не мешалась Мало ли чего Итак Все готово Для клонирования Разумеется Спрашивает Пароль Суперпользователя И поехали Все утилита работает Точно так же Как она Работала и в прошлый раз Вот он Появился 128 Мегабайт 176 Как видите Процесс Идет По полной Программе Как только Будет записан 1 гигабайт То есть 1024 Мегабайта Здесь появится Сообщение Вот так вот Вот так вот Размер блока Блок Сайз Влияет Собственно На И скорость И на Выходной Как бы это правильно Сказать Ну в общем то Размер блока То есть Из входного Файла Берется 4 мегабайта Побитно Практически И Также Побитно Переносится На Ну в данном Случа В образ Диска Оп Видите 256 блоков По 4 Как не сложно Посчитать 1024 мегабайта Скопировано Все просто Соответственно 4 метра Считалось 4 метра Записалось И вот так По очереди Происходит Дата дюб То есть Дюбается Дата Дублируется Дата Данные Дюб данных Происходит Вот так Флешка На 4 гига Ну точнее Там 3700 Там 40 С чем то Ну как всегда Происходит Копирование И как только Процесс Завершится Мы точно Так же Введем Команду Sync Чтобы Ничего Не потерять Ни в коем Случае Потому что Нам сейчас Придется Отключить Кардридер После того Как процесс Оп 512 Как видите Достаточно Быстро Работает 1 гигабайт Ну буквально Сколько 10 секунд Каких-то Проходит Вот что Значит USB 3.0 Да Ребятки USB 3.0 И SSD SSD Твердотелый Накопитель Система у меня Стоит На SSD И домашняя Директория Находится Там же 128 Гигов Вот так Вот Все довольно Резко Пашет Ну а что Че вы хотите Да Я Спустя Ну какие-то Наверное 6-7 секунд После нажатия На Кнопку Power Получаю Полностью Рабочую Систему Со всеми Запущенными Нужными Мне программами Уже готовую К работе 6-7 секунд И большую часть Этого Этого Времени Занимает Инициализация Самой материнки То есть Показывается Всякое там Сообщение BIOS Там Проверки Все эти И так далее 868 И Сейчас там Чуть поменьше Будет Потому что 3 700 Соответственно Запишется Чуть Наверное Какие Чуть больше Тысячи Меньше Тысячи Запишется Да 957 Плюс 1 Отлично Синхронизируемся Синк Чтоб Ничего Не повисло Готово Ой Обновление Клиента Вышло Перезапустись Так И Вот 3 7 гига Да Да Не плакай Только Все 3 7 гига Чтобы вам Было Еще Интереснее Давайте Посмотрим Упакуем Сюда Да Отвалишь Ты Уже Чтобы Было Интересно Давайте Попробуем Упаковать В zip Файл Посмотрим Сколько Свободного Места У нас Реально Понятно Что И Сошку Сжать Зипом Невозможно Например И Мж В общем То Тоже Но Чисто По приколу Можно Посмотреть Сколько Всего Данных У нас Будет Упаковано То есть Там Где есть Реальные Данные А Все То Что Записалось Нулями Оно Разумеется Архиватором Будет Пожато До Размера Ну Я не знаю Сколько Там Согласно ZIP Формату Фили Как сказать ZIP Алгоритму Алгоритму ZIP Сжатие Вот Наверное Так Будет Правильно Ну Наверное В несколько Килобайт Ужмется Неиспользованных Там Сколько У меня Гига Наверное 2 С гаком Вот Всего О 1.4 Гига Вот Реальный Объем Информации Вот он 1.4 Гига Реальный Объем Информации Который Сохранился На флешке Все остальное Это нули Вот из этих 3.7 Гигабайт Реальной Информации Только 1.4 Гига То есть Исошка Например Весила бы 1.4 Гигабайта Все остальное Осталось бы Свободным Пространством Но на то Она и Исошка А здесь Полная Копия Устройства Все На данном Этапе Можем Флешечку Устранять Напоминаю Что Я Оп Камера Что Я Не Монтировал Систему Поэтому Здесь Никакого Безопасного Извлечения Не требуется Эта файловая Система Даже не Монтировалась И Теперь Мы берем Новенькую 8-ми Гиговую Флешечку Берем Ее Не тем Концом Оп Готово И Также Ее Не Монтируя Отправляем В порт USB 3.0 И Теперь В качестве Входного Файла Выбираем Все То же Самое Home Бутылку С Бу Пи БКП 13 12 Так Далее А в Качестве Выходного То есть Как видите Командор Ровно Обратно В качестве Выходного Выбираем Дев С Д С Все То есть Мы выполнили Половину Операций Выполняем Теперь Вторую Половину Операций Пошла Жара Вот Это Скорости Вот Так Я Понимаю Целый Гиг Уже Записался Как Вам Чувствуете Чувствуете Вот Что Такое С Ды А Ну Да Собственно Вот Что Такое Третья Ребят Сата На SSD Накопители Еще И На Современной Достаточно Эх Вот Никак Я не разорюсь На хорошую Мощную Качественную Флешечку Скажем Гигов Гигов Ну Ну Хотя На 64 И Причем Не Как Там Он Не У У У У С Один А На У У У У То 2400 и урит и 100 и урайт это видимо мегабиты наверное ну собственно да то есть скорость записи 100 мегабит представляете 100 мегабит скорость записи и 1 и 4 гигабайта скорость гигабита гигабита это важно гиба вот чтение потерь божьи полтора гигабита ебанить это в полтора раза быстрее ну почти полтора почти в полтора раза быстрее чем работают современные сетевые карты вот так вот полтора раза полтора раза не реклама не сочтите за рекламу взял самое дешевое из вот и чес 1 10 класса то есть это вот самое доступное из из действительно хорошего вот так вот не хотелось брать ноунеймов на самом деле я предпочитаю если уж говорить о брендах я предпочитаю сан диск самая первая флешка моя на 16 гигов 10 класса просто 10 класса жива до сих пор как ее в телефон вставил она до сих пор жива она у меня пережила камеру то есть она у меня простоял очень долго в камере она у меня стояла в моем предыдущем смартфоне до сих пор жива и сейчас она у меня кстати в планшете живет представляете вот так вот то есть сан диск действительно хорошие флешки используют хорошие флешки выпускают сан диск рекомендую а дата не знаю как себя поведет но вот smart by меня смущает это вот одна из причин по которым собственно я и совершаю все эти операции то есть в общем делаем бэкап который я сохранил после того как вот сейчас операция завершится толком я разумеется файл бэкапа положу к себе куда-то там на жесткий диск пусть он у меня лежит в архивированном виде основной образ вот этот им жишку я удалю потому что нафиг он не нужен и уж тем более дома положу на склад вот 957 как видите все то же самое полная копия отработала сейчас она прожуется до конца вот собственно да в тот момент когда появляется какое-нибудь сообщение windows типа и мы завершили операцию а по факту на самом деле нет вы можете видеть что еще несколько секунд а то и минут какое-то устройство ну типа флешки продолжает по-прежнему мигать и то есть нужен сигнализирует о том что она сейчас занята вообще-то и извлекать его не стоит и соответственно если в этот момент вы попытаетесь отмонтировать то есть безопасно извлечь она не сразу выдаст вам сообщение что да и чувак теперь ты уж можешь выдернуть вот-вот потому что происходит синхронизация данных но разумеется запись помедленнее все таки чем чтение соответственно это занимает ну незначительно но все-таки больше времени блин а я вам камеру оставил ну собственно команда которую я водила вот она она перед вашими глазами вот она то есть если я изначально вот все все у вас на глазах если я изначально в качестве входного файла выбирал устройство sdc в качестве выходного домашний образ диска то теперь я делаю ровно обратную операцию в качестве входящего файла я выбираю домашний образ диска только что сделанная в качестве выходного обратно sdc только уже с другой флешкой на борту ну вот и вся разница по большому счету а вот теперь она оп и сразу как видите появилась все готово полная копия и 37 заметьте 3 и 7 вот так вот это потому что создана абсолютно полная копия как я сказал если бы ну то есть копия в том числе и файловой системы вот как она есть то есть если предполагается наличие тома 3.7 он так и будет отображаться 3.7 все остальное будет неиспользуемым неразмеченным и так далее вот именно для этих целей существует утилитка но не утилитка самая первая команда которую обычно все жмакают в распи конфиге сейчас вы это увидите еще раз на всякий случай покажу это именно команда экспенд файл system нагрелся засранчик ну разумеется что вы хотите и так то есть вот она на 4 гиговая старая флешечка она никуда не девается вот вот полностью смонтирована разберепис кнопкой от предыдущего эксперимента то есть как видите я последователен я стараюсь ничего не забывать ничего не разбираю лишний раз все вставляем новую но новую черт вот новая с белой полосой серый серебристый вставляем флешечку 8 гиговую и сейчас мы ее всю будем использовать и все и положу я ее на полку все в общем убираю я это обратно под стол она у меня под столом живет когда я не пользуюсь вот так вот на живую ничего не снимаю вжигаем даем питание давайте я вам опять камеру отключу потому что не принципиально важно будет видеть только то что у нас консоли раздался голос из-под стола запитываем вот этот треск ох охренеть рылюх исходит с ума логично потому что джипе его сейчас находится в неинициализированном подвешенном состоянии сейчас вы услышите ритмичные такие тики вот они все джипе и очистили очистились и это говорит о том что система работает джипе его тоже заработали и теперь можно даже не смотреть но тем не менее секьюр шелл как пи на хосте 192 168 1 37 потому что все уже вафля должна подхватиться опа вафля подхвачена то есть настройки все сохранены добро пожаловать причем как видите абсолютно полный клон который а ну да с 38 это я 13 в 19 54 последний раз я сюда заходил ну да что то я делал что то я переносил какие то файлы что то я копировал тут немножечко химичил какие то там операции производил если мы посмотрим в домашнюю директорию pipe project все на месте переходим в pipe project ls делаем la с полным выводом покажи мне пожалуйста последние изменения что я тут копировал 1253 декабря 6 10 10 10 но не там на самом деле где-то где-то для видео я что-то добавлял 3 декабря была создана папочка для видео ну то есть for videos все мы на месте делаем суда раз раз пи конфиг экспенд файл систем вот о чем я говорил ensures that all of dsd card storage is available to the oes а да escape сработал вот здесь сейчас уже очень интересно посмотреть то есть dfh как видите 3.6 гига деврут то есть корневое устройство наше 3.6 гига и доступно говорит еще 2 гига и сколько то там еще он 407 это так а ну в общем вот это все в том виде вот в котором оно было бы абсолютно точно как и в предыдущем использовано полтора гига доступно 2 и вот то о чем я говорил вот она говорим финишируем yes i like to reboot now и вот видите bbbb0 7,3 гига сразу отобразилось а загрузочный и опять этот адовый треск потому что раз бери пи грузится да 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 Все, она загрузилась. Вот ненавижу я вот этот момент, когда зависит. Все, прервалось корректно. Возвращаемся. 39? А, с 38 это у меня с планшета синхронизация. И смотрим. Оп, 7 и 2 гига. Все. Можно работать с ней. Ха, ха, ха. Вот так. Это позволяет мигрировать. И это, обратите внимание, это не имеет значения. Еще раз напоминаю, для какой системы вы это делаете. В принципе, также можно клонировать жесткий диск с Windows, например. Вот принесли вам какой-то убитый, я не знаю, или что-то такое. Надо хоть как-то спасти все данные. Ну, не все, но хоть какие-то частично. Вы можете прям на живую вот так вот, подключив. Также его клонировать прям вот побитно. Вот прям вот вплоть до полной копии нулей-единичек. К себе на жесткий диск. А затем пытаться восстановить там как-то. Чуть ли не физически. Протирая спиртом головки. Ха, ха, ну, например, если это не издышка, конечно. Но, ну, вы меня поняли. Надеюсь. Вот так, друзья мои. Очень просто и понятно. Теперь у меня вот так вот большая-большая система внезапно появилась. Полная копия на данный момент. Та-дам! Всем спасибо за внимание. Теперь вставлю обратно вот эту флешку старую. Буду ее добивать. С ней мы будем проводить тесты. Разумеется, я еще несколько раз с нее сниму копии. Просто вот будет у меня вот так вот храниться несколько... Ну, давайте покажем, как это будет сделано. В устройствах. Ну, собственно, вот сразу можно вырезать. Архив питона. Это у меня... Я тут внезапно тоже, видите, бэкапы, бэкапы. Это же сервер будущий. Собственно, можно перейти на склад. И где-то здесь вот, бэкап. Это то же самое. И сюда вставляем файлец. Вот в таком виде у меня здесь будет дальше происходить накопление файлов. Благо, 430 гигов еще свободно. Все, перемещение завершено. 1,4 гига. Вот на данный момент все как есть. Кроме размера файловой системы. Но, опять же, это не принципиально. Все, вот на текущий момент полный бэкап системы у меня создан. Вот на 13 декабря, на 20.50. Все. Спасибо за внимание. С вами был Бутылкус. Надеюсь, что... Вы какую-то полезную информацию для себя подчеркнули. Надеюсь, что... Линукс от этого не стал для вас страшнее, а наоборот, чуть ближе к вам. Так что... Так что... Ну-ка, давайте. О, красота. Черт, вот... Ну вот люблю я. Люблю я, Линукс. Вот за что люблю. Вот за это. Ну красотень. Ну посмотрите, нет. И главное, занято все 43... 43 мегабайта. Из одного гигабайта памяти. Еще и DDR2. Два. Два. Не три. И уж тем более не четыре. Два. Всем спасибо, друзья мои. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы по мере возможности. Буду стараться на них отвечать. Подкидывайте идеи в группе ВКонтакте. Пишите, что можно сотворить с Линуксом. Че бы такого интересного запилить бы. Вот он, супликант, кстати. Вот тот, который не мог переподняться, жопошник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok